Пустырь за моей спиной находится на выезде из Ярославля, вот там чуть дальше деревня Телегина. Мало кто знает, но это место в начале 90-х было выбрано для очень амбициозного проекта. Кто знает, если бы он сбылся, сегодня бы здесь рычали моторы и пахло сжженной резиной. Сколько раз главную автогонку мира пытались привезти в Россию, посчитать сложно. Нам удалось найти ту, кто хотел построить трассу Формулы-1 в Ярославле. Лена Тарасова была одним из руководителей амбициозного проекта в начале 90-х. Это уникальные документы. План автодрома уже был готов. Место выбрано. Сама трасса здесь должна находиться. С левой стороны от нас должна быть зеленая зона. Это и там всякие спортивные комплексы, и бассейны, и все прочее. Длина Ярославской трассы почти 4 километра. Планировался штат полторы тысячи сотрудников. Примерная стоимость 100 миллионов долларов. Около 20 лет назад недалеко от Телегина даже начались работы. Прямая вот, она, по-моему, началась и уже начала делаться. Стартовая прямая. Вот. И, по-моему, гравий уже завезли. Елену в проект позвал ярославец Рудольф Смирнов, знаменитый ярославский гонщик. Это именно он загорелся в фантастической идее привезти Формулу-1 на ярославскую землю. Горел и своих коллег зажигал. В частности, из моих родственников даже деньги сдавали на постройку этой трассы. Но, как видите, ни к чему это не привело. Поэтому там только торговый центр и больше ничего. Говорят, что проект ярославской трассы удивленно разглядывал президент Формулы. Ему отправляли копию. А Михаэль Шумахер якобы даже подписал. Потом в Ярославле приглашали специалиста по трассам Ф-1 знаменитого испанца Наймы-Ноги. Встречали мы его на лимузине в аэропорту в Москве, в Шереметьево, как сейчас помню. Два раза он к нам приезжал. В том же 95-м проект притормозил. Встал на пидстоп. Как потом оказалось, это была вечная стоянка. Запал инвесторов пропал. О бюджетных деньгах речи вообще не шло. Тогда это было абсолютно невозможно. Сейчас это тоже почти нереально. Здесь, в Ярославле и в других провинциальных городах, кроме Сочи. Дело в том, что гонки Формулы-1 – это такой же имиджевый проект, требующий энтузиастов, которых втряхнуть кошельком, как, скажем, фэшн-индустрия, как оперные театры. Напрямую, как сам отдельный проект, он не окупается нигде и никогда. Можно бы пожалеть об этом, потому что любой город, куда пришла трасса Формулы-1, однозначно выигрывает. Автор проекта Рудольф Смирнов умер в середине 90-х. Говорят, не пережил ни удачи. Место, где должна была располагаться трасса, сегодня поросло бурьяном. В прямом смысле, вместо шумных трибун и свиста пролетающих машин – тихая стоянка у торгового центра. Некогда амбициозный проект, очередная городская легенда. Ну а болиды Формулы-1 уже в эти выходные стартуют в Олимпийском парке в Сочи. Александр Лисицын, Елена Масалова. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова